Ресогарантия предлагает свои услуги. Легендарный бойцовский клуб «Ахмат». Здесь готовят новых героев, лучшие бойцы и наставники мирового уровня. Тренируйся с нами и стань частью мирового ММА. Революционная сеть. «Ахмат» — это сила. В Комсомольском районе вновь был пойман злостный нарушитель, который сел за руль авто под шофе. На улице Громовой парень на БМВ попытался скрыться от полицейских, проигнорировав законное требование об остановке. Началась погоня. Уходя от полицейских, нарушитель не справился с управлением, врезался в бордюрный камень с последующим наездом на препятствия. В итоге водитель был задержан сотрудниками ДПС. Оказалось, что автовладельцу всего 26 лет. В сентябре этого года данный гражданин уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. В этот раз в отношении водителя собран материал по статье 264 Уголовного кодекса России. Теперь ему грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, или лишение свободы на срок до двух лет. Руководство ГИБДД обращается к гражданам с просьбой сообщать о фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения по телефонным дежурной части 22 80 05 или 93 60 50. В Самарской области в Сергиевском районе произошел крупный природный пожар. Горело поле. Ситуацию осложнял порывистый ветер. На месте работали пожарно-спасательные отряды. Пламя в итоге было ликвидировано. Люди в огне не пострадали. Сотрудники МЧС обращаются к гражданам. В любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по единому номеру 112 или 101. 19 октября на перекрестке юбилейной Фрунзе произошла серьезная авария. Там столкнулись две БМВ. Пострадала девушка, водитель седана. В случившемся усматривается вина пенсионера на внедорожнике. Оба транспорта двигались навстречу друг другу. На перекрестке мужчина стал совершать левый поворот на улицу Фрунзе. При этом он должен был пропустить встречный транспорт. Но пожилой человек этого не сделал. В него врезался седан. После столкновения внедорожника прокинулся на крышу. В салоне иномарок сработали подушки безопасности. Сам виновник ДТП не пострадал. А вот у девушки седана предположительно перелом правой руки. Вместо аварии ее супруг доставил в травматологическое отделение. Проезжавшие мимо очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы. К месту был направлен пожарно-спасательный расчет. Огнеборцы оградили место ЧП и осмотрели автомобили. Сотрудники ДПС на месте аварии провели медосвидетельствование виновника случившегося. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе обнаружено не было. В ДТП продолжают разбираться дорожные полицейские. ДТП с участием маршрутного такси и иномарки было зафиксировано 20 октября на перекрестке Степана Разина-Фрунзе. Водитель на микроавтобусе «ФИАТ» двигался со стороны Приморского бульвара в направлении Ленинского проспекта. Форт во встречном направлении. Мужчина на иномарке прямо на перекрестке стал совершать маневр поворота налево. При этом, со слов инспектора ГИБДД, он не заметил микроавтобус и врезался в него. Удар пришелся в переднюю часть кузова. В момент столкновения в «ФИАТе» находились люди. Одна женщина пострадала, но она не стала обращаться к врачам и самостоятельно покинула место аварии. Оформлением дорожно-транспортного происшествия занимались сотрудники ГИБДД. На пешеходном переходе по вине водителя пострадал несовершеннолетний. В районе дома номер один, на улице Фрунзе, мужчина на ке сбил 17-летнего подростка, который пересекал проезжую часть, как и положено по всем правилам дорожного движения, по пешеходному переходу. Парню понадобилась госпитализация в медучреждении. Уважаемые водители, снижайте скорость перед пешеходными переходами. Соблюдайте скоростной режим. Водитель маршрутного такси чуть не спровоцировал аварию на перекрестке Шлютово-Украинское. Напомним, что на данном перекрестке за прошедшие два месяца произошло более 10 аварий, в которых пострадали не только автомобили, люди, но и имущество жителей близлежащих домов. Не так давно на этом участке дороги заменили знаки «Уступи дорогу» на «Движение без остановки запрещено», а также была нанесена разметка. Но это до сих пор не останавливает многих автовладельцев от безрассудной езды. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб один из водителей. 22 октября на ободном шоссе произошла серьезная авария. Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина на фуре при выполнении маневра разворота врезался в «Хендей Солярис». Легковушка от удара изменила направление движения и столкнулась с «Приорой». После этого с полуприцепом автомобиля «ДАВ» допустил столкновение автомобиль «Фольксваген Тигуан» под управлением 50-летнего водителя. Он от полученных травм скончался на месте до прибытия медицинских работников. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. На пересечении улицы Камзина и Комсомольского шоссе столкнулись два хэтчбека. Женщина на своем автотранспорте двигалась со стороны нового города в направлении центрального района. На перекрестке автовладелец на колени стал совершать левый маневр поворота в сторону портпоселка и допустил столкновение с тречным транспортом. От удара обе лады развернуло на проезжие части. Женщина-водитель жаловалась на плохое самочувствие и обратилась в службу скорой помощи. К месту были направлены медики. Гражданку 71-го года рождения осмотрели на месте. Было принято решение о ее госпитализации. Розыск очевидцев поджога продолжается 14 октября на улице Спортивной. На парковке торгово-офисной галереи «Статус-холл» был совершен поджог автомобиля «Лексус-470». В момент поджога и сам поджигатель попали в объектив камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в серых спортивных брюках, темной куртке и медицинской маске направляется к галерее с двумя пакетами в руках. Он подходит к внедорожнику, оглядывается по сторонам, обливает колесо и капот жидкостью, поджигает ее и убегает в направлении 8-го квартала. Все действия происходили в период с 19.40 до 20.00. Если вы располагаете какой-либо ценной информацией или в данный период времени вы проезжали рядом с торговой галереей, просьба откликнуться по номеру, который вы видите на своих экранах. Вознаграждение и конвенциальность гарантируются. Рейд ГИБДД Автолюбители, которые ехали с маленькими пассажирами в нарушение правил, останавливались, не доезжая сотрудников ГИБДД и высаживали своих пассажиров с детьми. Только за два часа рейда к административной ответственности было привлечено 8 водителей, которые нарушили правила перевозки детей. Автолюбителям выписаны штрафы в размере 3000 рублей. Массовое рейдовое мероприятие прошло в районе детского сада на улице Шлютово. Уважаемые водители, прежде чем перевозить ребенка, вы обязаны пристегнуть его ремнем безопасности, либо использовать детское удерживающее устройство, только использовать его надлежащим образом, а не просто посадить ребенка в кресло. В этом году в Тольятти травмы в дорожно-транспортных происшествиях получили 24 несовершеннолетних пассажира. Редактор субтитров А.Семкин